Бродхед сообщил BuzzFeed News, что животное было найдено в субботу утром смотрителем университета, который увидел бегущего к нему маленького ежика. По словам Бродхеда, ежик Фрэнк, или Фрэнки, как его также называют, был в правильном состоянии, когда впервые прибыл в их убежище. Когда мы впервые увидели его, мы расплакались при мысли, что кто-то может сделать это с бедным маленьким животным. Бродхед сказала, что не может быть уверена в том, что использовалось для перерезания шипов Фрэнка, все, что мы знаем, это то, что острые концы его шипов были отрезаны и он был обезвожен. Пара также заметила, что у Фрэнка был тяжелый случай стригущего лишая, из-за которого он местами облысел. Стригущий лишая очень заразен, поэтому, если кто-то прикасался к нему голыми руками, вполне вероятно, что он заразится, добавила она. Бродхед и ее муж сообщили об инциденте в РСПК и отвезли Фрэнка к ветеринару для сканирования, поскольку они боялись, что его тоже могли пинать, как футбольный мяч. Но, к счастью, сканирование показало, что у него нет сломанных костей, сказала она. Говорят, что с тех пор, как Фрэнка нашли в студенческом общежитии в субботу, он все еще в неплохом состоянии. Он не разворачивается, он абсолютно окаменел и находится в состоянии стресса, сказал Бродхед. Фрэнк останется в приюте примерно на 8 месяцев, пока полностью не выздоровеет и не вылечит стригущий лишай. Бедняжка не в том состоянии, чтобы выпускать его в дикую природу, потому что у него нет защиты. Мы должны дождаться, пока его старые шипы сбросятся, чтобы у него выросли новые, сказал Бродхед. Она рассказала BuzzFeed News, что у нее есть одно сообщение для людей, которым подобные вещи могут показаться забавными, остановитесь и подумайте, как бы вы себя чувствовали. Если бы кто-то плохо обращался с вами и оставил вас в положении, когда вы не могли бы позаботиться о себе, потому что вы без средств защиты. Представитель университета Шеффилда сообщил BuzzFeed News, что они расследуют инцидент. Приятно слышать, что ежик сейчас хорошо себя чувствует в центре спасения и ухода за ежами в Которне, добавила она. Дорогие друзья! Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok